Вы смотрите программу «Итоги». Я Ксения Туркова. Анализируем главные события недели. И в этом выпуске. Зеленский в Вашингтоне, президент Украины, второй раз с начала полномасштабной войны посетил США. Джо Байден объявил о значительном пакете военной помощи. Обсудим визит с Мелиндой Харинг, экспертом Атлантического совета. Дело о геноциде. В Гааге начался уникальный процесс с участием 34 стран. Украина подала иск против России, чтобы сам термин «геноцид» не становился предлогом для вооруженной агрессии. Ход дела комментирует юрист Анна Вишнякова. Третье – Карабахская. Как теперь будут развиваться события на Южном Кавказе? Какую роль в этом сыграла Россия? И что ждет карабахских армян? Обсуждаем с историком Михаилом Жероховым. Выступление на площадках ООН, разговор с Джо Байденом и встречи в Конгрессе, но за закрытыми дверями. Визит Владимира Зеленского в США называют с одной стороны не таким полным оптимизма, как предыдущий, а с другой в определенном смысле прорывным. Выступая на Генассамблее ООН, Зеленский обозначил темы ядерного разоружения России, разблокирования украинских портов и возможности экспорта украинского зерна. Говорил о реформировании глобальных систем безопасности. Украинский лидер приехал в Вашингтон в непростой внутриполитический момент, когда дискуссии о том, до какой степени Америка должна поддерживать Украину, максимально накалились. Одним из главных ожиданий Киева от визита было объявление о поставках ракет дальнего радиуса действия «Атакамс». Мы обсудили итоги визита с Мелиндой Харинг, экспертом Атлантического совета. С Вашей точки зрения, чем этот визит Владимира Зеленского в США отличался от первого в 2022 году по целям, общей атмосфере, тону общения? Я накануне слушала речь Зеленского, и разница была очень заметна. Самое большое отличие заключается в изменении настроения в Америке. Сейчас сентябрь 2023 года, и наша страна на пороге предвыборной президентской кампании. Этот факт меняет американо-украинские отношения. В этот раз, в отличие от прошлого раза, президент Зеленский не смог выступить с обращением к полному составу Конгресса США. Это существенный момент. Накануне он выступал в здании национальных архивов США, где присутствовали члены Конгресса, но их было не очень много. Возникает вопрос, наступила ли усталость от Украины. Я считаю, что нет, и что изменения настроений связаны с тем, что американские внутриполитические процессы приводят к тому, что на войну в Украине сейчас смотрят через увеличительное стекло. Для Украины очень важным пунктом этого визита было включение ракет дальнего радиуса действия в пакет военной помощи. И изначально они включены не были. Однако на следующий день телеканал NBC сообщил о том, что Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому предоставить небольшое количество таких ракет. Вы можете это прокомментировать? Соединенные Штаты предоставляют Украине тактические ракетные системы Атакамс, которые не были первоначально включены в пакет помощи. Возникает вопрос, что же это означает с военной точки зрения? Это означает, что Украина победит. Соединенные Штаты наконец пошли на этот шаг, но администрация Байдена выделяет помощь с задержкой от 6 до 12 месяцев. Все происходит очень медленно, и можно только сказать, благослови Господь Лондон за желание пойти навстречу. Британцы в 4 раза быстрее предоставляют Украине различные системы вооружения. Они раньше США предоставили ракеты большей дальности, и вот сейчас Вашингтон тоже наконец это делает. Было много противоречий и обсуждений вокруг этого пакета помощи в целом. Учитывая предвыборный период, означает ли это, что все пакеты помощи Украине теперь будут проходить через определенные трудности? Я думаю, что это не связано с пакетами военной помощи. Я бы делала все не так, как это делает администрация Байдена. Они выделяют помощь в час по чайной ложке, предоставляют помощь небольшими пакетами, из которых складывается большой объем. В результате сложно оценить истинное значение этой помощи. Они выбрали такой метод, потому что опасаются эскалации. Я подчеркну, что не считаю такой подход правильным, но администрация Байдена его выбрала. И возникает вопрос о том, утвердит ли Конгресс США пакет помощи в размере 24 миллиардов долларов. Это очень серьезный вопрос, на который мы пока не знаем ответа. В палате представителей 34 конгрессмена, республиканцы, которые скептически относятся к выделению помощи. Но решение находится в руках спикера палаты представителей, Кевина Маккарти. Он может набрать достаточное количество голосов для того, чтобы этот закон был принят. Однако Кевин Маккарти должен обладать политической волей, чтобы вынести этот законопроект на голосование. Я пока не уверена, пойдет ли он на это. На основании того, что он говорил на этой неделе, ситуация выглядит не очень оптимистично. Пока он только перечислил большое количество возражений к выделению помощи Украине. И посмотрите на то, что происходит в республиканской партии. Трое основных кандидатов, которые могут быть выдвинуты на пост президента на выборах 2024 года, скептически относятся к выделению помощи Украине. Как бы вы оценили уровень поддержки Украины простыми американцами сейчас? Уровень поддержки выделению помощи Украине среди обычных американцев очень высокий. Организация Razum for Ukraine недавно провела опрос общественного мнения и выяснила, что большинство американцев поддерживает предоставление помощи. Причем столько, сколько потребуется. То есть эта проблема возникла не у американского населения. И, честно говоря, избиратели, голосующие за республиканскую партию, тоже не против помощи Украине. Проблема тут в том, что незначительное меньшинство публично заявляет о себе и много шумит на эту тему. Некоторые из этих людей находятся во власти, что создает дополнительные проблемы. Кроме того, большие проблемы создает и Дональд Трамп. Мне кажется, что пора все называть своими именами. Трамп относится к Украине скептически по многим причинам. О том, почему решение о поставках ракет дальнего радиуса действия дается американской администрации так сложно, нам рассказал украинский военный обозреватель Денис Попович. Громко к определению, но, скажем так, в некоторой зависимости от дальнейших контактов между Российской Федерацией и КНДР, связанных с передачей из КНДР в распоряжение Российской Федерации боеприпасов, вооружения дальнейшей войны в Украине. Соответственно, если КНДР будет передавать такие боеприпасы, то симметричным ответом будет им являться передача по политических ракетам Атакамс, которые действуют на платформе Хайлос. Главное, чтобы в принципе помощь шла достаточно ритмично со стороны западных партнеров, уже та, которая была заявлена. Хотя, конечно же, Атакамс, я так понимаю, что зависимость от передачи Атакамс ставится так же передачей крылатых ракет Таурус, это германская, германская оружейная система, германские ракеты. Безусловно, Атакамс и Таурус, хотя бы даже Атакамс, могли бы очень серьезно расширить возможности вооруженных сил Украины по поражению объектов тыла по противнику. Прежде всего, это оккупированный Крым. Мы сейчас видим, что очень много атак идет на оккупированный Крым. Уничтожается система ПВО, уничтожается военный объект, уничтожается объект Черноморского флота Российской Федерации. Соответственно, если бы Атакамс появились в нашем распоряжении в ближайшее время, этот процесс бы существенно ускорился и был бы более масштабирован. В Гааге на этой неделе возобновился уникальный процесс против России. Международный суд ООН рассматривает второе дело по иску Украины. Спор касается толкования, применения и выполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Уникален этот процесс тем, что в нем участвуют 34 государства. А главное, в суде встретились представители России и Украины, которые не взаимодействуют на других площадках. Украина просит суд привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцид. Россия же утверждает, что это дело не относится к юрисдикции Международного суда ООН. Интересно, что раньше представители России отказывались участвовать в заседаниях, но на рассмотрении этого дела привезли международную команду юристов, в том числе специалистов из Ирана, Китая и Африки. Чего добивается Украина на этом процессе и какими могут быть юридические последствия? Об этом я поговорила с украинской юристкой Анной Вишняковой, консультанткой в сфере международного уголовного права. Анна, в этой новости звучит слово «геноцид». И тут, как мне кажется, очень важно пояснить, что именно в этом процессе речь идет не о том, что Россия ведет против Украины геноцидальную войну, а о том, что Россия использовала сам термин «геноцид» как предлог для нападения на Украину. Правильно я понимаю? Абсолютно верно. И по сути, в первую очередь, надо понимать, что мы говорим про Международный суд ООН. Если в Международном уголовном суде, который тоже находится в ГАГе, мы говорим про так называемую индивидуальную уголовную ответственность, то есть конкретных военных, или там высшего российского командования, то есть конкретных людей, то в Международном суде ООН мы говорим про ответственность государства. И как вы абсолютно правильно сказали, изначально Россия апеллировала к тому, что они начали специальную военную операцию, по сути, вооруженную агрессию против Украины, войну против Украины, потому что в Украине происходил геноцид русскоязычного населения. То есть они изначально апеллировали конвенции против геноцида, что они защищали русскоязычное население от геноцида, который осуществляла Украина. И 26 февраля, что в принципе является космической абсолютно скоростью, вот как коллеги-журналисты говорили, космической скоростью для международного права, за два дня Украина подает иск Международный суд ООН о том, что Россия неправильно интерпретировала понимание геноцида, которое предусмотрено конвенцией, и то, что Россия этим оправдала вторжение в Украину. То есть как бы иск вот такого плана. То есть он не о том, что Россия осуществляет геноцид в Украине, он о том, что Россия, неправильно интерпретировав термин геноцид, оправдала этим вооружённое вторжение. Чего конкретно добивается Украина на этом процессе? Ну, смотрите, нельзя говорить… Опять-таки, есть уголовная ответственность. Индивидуальная уголовная ответственность. То есть, когда конкретного человека можно, например, посадить в тюрьму. Международный суд ООН не об этом. То есть всю страну посадить в тюрьму за то, что происходит, нельзя. И Международный суд ООН не направлен на то, чтобы Путина, например, посадить в тюрьму или Шойго посадить в тюрьму. Но это больше, скажем так, можно рассматривать в свете исторической справедливости, то есть исторического нарратива, потому что международный суд ООН — это суд, чье мнение важно для развития истории в принципе, и чье мнение признаёт весь мир. Поэтому в первую очередь это, скажем так, признание на мировом уровне того, что нельзя с такими словами, как геноцид, во-первых, разбрасываться и оправдывать ими вооружённое вторжение. Об этом ещё говорит количество стран, которые присоединились к Украине в этой жалобе. То есть на сегодняшний день это 32 государства, это огромное количество. То есть это государства, по сути, чьи интересы также задеты тем, что Россия, скажем так, мисинтерпретировала, неправильно интерпретировала термин «геноцид». Второй момент, он, конечно, касается репараций. Опять-таки это касается репараций, санкций. То есть это касается того, что решение Международного суда ООН, оно имеет огромный вес в последующих процессах. Вот, поэтому, в принципе, я думаю, что вот эти вот два фактора, о которых очень важно говорить и за которыми сейчас будет бороться Украина. А какова роль вот всех этих стран, которые вы упомянули? Страны могут присоединиться к иску, когда их интересы точно так же задеты. То есть это, скажем так, такой определенный коллективный иск. Понятное дело, что когда мы говорим про судебную систему, это не про количество, это про качество. То есть я здесь вижу очень большую, скажем так, проукраинскую позицию, я здесь вижу большую поддержку Украины. Мне кажется, что это очень важно, когда демократические государства выражают, становятся с тобой на одну сторону, да, то есть это важно в первую очередь с номинальной точки зрения, с точки зрения того, что Украина поддерживает демократические ценности, и с точки зрения, знаете, какой-то такой поддержки, что вот мы все вместе против этого будем бороться. Ну и опять-таки это определенная юридическая поддержка тоже. Какими могут быть последствия этого процесса? Дело очень интересное. То есть в первую очередь интересный креативный подход Украины. То есть тут надо сказать, что это такое беспрецедентное, да, то есть это абсолютно беспрецедентный такой кейс. То есть еще никто никогда не говорил о том, что там термин геноцид там неправильно интерпретирован и использован для вооруженного вторжения. То есть там, ну, понятно, количество документов, с которыми нам предстоит ознакомиться, оно абсолютно огромное, да, и там, ну, как бы там не стоит лукавить, да, что мы там с ними со всеми ознакомились. То есть, но в каких-то аспектах, безусловно, ну, кажется, что Россия там сошла с ума, да. То есть там сейчас интересная какая позиция. То есть если изначально они апеллировали конвенции против геноцида, ну, и как бы под «они» мы говорим про Путина и Лаврова, да, то сейчас они, знаете, как-то пытаются съехать с этой темы, отъехать от темы геноцида, говорят, ну, послушайте, ну, мы вообще использовали там статью 51 Устава ООН. То есть статья 51 Устава ООН, она говорит про самооборону. И что вообще геноцид как бы здесь и ни при чем. Они изобрели, значит, какой-то такой многоэтажный нарратив про трех отцов там нацизма, опять-таки апеллируя вот к этому нацизму в Украине и так далее. То есть, по сути, там пытаясь как-то вот запудрить, заморочить, отвести вот конвенции против геноцида. То есть как бы хочется, чтобы их там аргументация была, ну, скажем так, там не на одной позиции с Украиной. Мне, в принципе, кажется, да, что позиция Украины, она гораздо сильнее, гораздо более юридически интересна, юридически креативна. Но я думаю, что здесь не стоит недооценивать, да, здесь стоит наблюдать как бы и смотреть, как этот процесс будет развиваться. Кстати, интересно, что Россия до этого не участвовала в предыдущих слушаниях, а вот сейчас согласилась и там привезла с собой целую бригаду юристов и международных экспертов, в частности, насколько я понимаю, тех, кто представляет интересы одиозных африканских диктаторов. Да, ну это какая-то, знаете, вот сейчас появилась новая формулировка, ну вот как раз вот сегодня она так очень там пошла в обиход, да, вот такая ось зла. То есть даже там те юристы, которые там западные, например, да, то есть там западноизвестные адвокаты, да, то есть как бы и они представляли, как вы правильно сказали, одиозных там африканских диктаторов, и там это еще китайская, иранская какая-то такая вот там тусовка. То есть очень интересно, да, вот эта вот поляризация между демократическими западными государствами, ну и такими диктаторскими, авторитарными, тоталитарными, страшными режимами. В программе «Итоги» на прошлой неделе мы говорили о развороте Армении от России к Западу и о том, что причиной этого, в частности, стало то, что Россия перестала выполнять свою миссию миротворца, на которую подписалась после Второй Карабахской войны. И вот в начале этой недели случилось третье. Во вторник Азербайджан объявил о начале так называемых антитеррористических мероприятий локального характера с целью, цитата, «восстановление конституционного строя в Нагорном Карабахе». Горячая фаза продлилась всего два дня. Власти Нагорного Карабаха согласились разоружить свои формирования и вывести войска Армении. Зачем Азербайджану нужно было проводить операцию именно сейчас? И какова тут роль Кремля? Какими могут быть политические последствия? Своим видением событий с нами поделился украинский историк, автор книг о Нагорном Карабахе Михаил Жирохов. Михаил, ну главный вопрос, который сейчас предстоит решить, это что будет дальше с жителями Нагорного Карабаха. И уже звучат оценки, что оттуда могут выехать до 100 тысяч армян. И это, в общем-то, масштабы гуманитарной катастрофы могут быть. Также звучат прогнозы о том, что возможны этнические чистки. Какие вообще вероятны сценарии? Ну, прежде всего стоит сказать, что сейчас Баку заинтересован в положительном международном имидже. И поэтому никаких чисток этнических, как это было в 92-м, 93-м, 94-м годах не будет. По поводу катастрофы гуманитарной, ну, она может быть только в Армении, потому что сейчас на камеры азербайджанские и военные, и официальные лица, они будут оказывать максимальную помощь гражданскому населению. Единственная проблема для Армении – это то, что сейчас Баку выдвинул список, по его мнению террористов, те, которые были, как бы, имели отношение к псевдореспублике или, как они называют, непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Вот это может быть проблема. Там, насколько я понимаю, там в списке около 30 тысяч человек, которые Азербайджан планирует привлечь к уголовной ответственности. А почему новая война началась именно сейчас? – Широкомасштабное вторжение России в Украину, оно подорвало российскую военную мощь. И в Баку решили, что момент для того, чтобы вернуть утраченной территории, он настал. То есть было очевидно, что Россия уже не имеет такой военной мощи для того, чтобы противостоять Азербайджану, как это было, например, в 2020 году, когда Вторая Карабахская война фактически была завершена перемирием, которое не устраивало Баку, но оно вынуждено было считаться с россиянами, которые вошли на территорию Армении, на территорию, собственно говоря, Нагорного Карабаха. – Ну вот тут как раз возникает вопрос о роли России. Это сейчас один из главных аспектов, на которых фокусируется мировая пресса. Это действительно слабость России, как вы только что сказали, или это просто собственные интересы, которые теперь расходятся с интересами Армении, и такое своеобразное наказание Пашиняну за дрейф на Запад? – Ну, как я вижу, тут совпало несколько факторов в одно целое. То есть и Россия, слабость России, откровенная слабость России, и в то же время курс Пашиняна, и Россия планировала, ну, я думаю, еще и планирует сменить власть именно Пашиняна с помощью таких антиправительственных выступлений. Но, насколько я знаю, насколько вижу, сейчас наравне с антиправительственными выступлениями есть и антироссийские выступления. И сможет ли Пашиняна удержать в этих условиях власть? Ну, как по мне, по-моему, очевидно. Он вполне себе нормально чувствует себя в своем кресле, оно под ним не зашаталось. И дальнейшее развитие ситуации, оно может быть только одним. Дальнейшее вытеснение России именно с Южного Кавказа и вообще с Кавказа. Как произошедшее может повлиять на недавние жесты поддержки Украины со стороны Армении и вообще на позицию Армении по отношению к Украине, к войне в Украине? Я думаю, что никак. Вот эти жесты, которые были, это попытки Пашиняна удержаться у власти. В целом армянское общество, оно настроено пророссийски. Тем более, как бы, до сих пор армяне испытывают некий такой комплекс младшего брата. И поэтому, в целом, там ситуация такая пока что пророссийская. Как она может измениться в ближайшее время, в ближайшие недели, месяцы, мы посмотрим. Но я не думаю, что там будут какие-то кардинальные... А может ли все, что произошло, как-то повлиять на продвижение украинской повестки на Западе? Потому что сейчас Запад будет немножко отвлечен вот на эту ситуацию. В целом, да. Когда все внимание к одному конфликту, это одна ситуация. Когда война в Украине – это один из горячих тем, и то это совсем другое. Тем более, мы же понимаем, что с начала 2024 года в США будет не до внешних проблем. Их больше будет интересовать внутренняя политика. И выборы, они всегда уменьшают внимание простых американцев к внешней политике. Для них гораздо важнее выборы внутри, чем ситуация вокруг. Поэтому на этом фоне для Украины это, конечно, большой вызов, если возникнет еще одна горячая точка, и какие-то изменения будут и в Армении. И этот конфликт сейчас не решится как-то полюбовно и какими-то мирными соглашениями. Можно ли сказать, что для тех стран бывшего Советского Союза, которые еще как-то доверяют России, смотрят в сторону России, это урок, что России доверять нельзя? Абсолютно точно. Сейчас такие настроения не очень хорошие в Приднестровье. Совершенно очевидно, что Абхазия тоже очень-очень находится в подвешенном состоянии. Меньше проблем в Южной Осетии, но в целом именно такое решение российского руководства, оно подорвало авторитет на всем постсоветском пространстве. И политические лидеры, которые ранее очень откровенно ориентировались на Москву, то сейчас они будут искать возможности, план Б, чтобы была возможность и каким-то образом иметь независимые от России источники и рычаги. Именно потому, что ни Россия, ни Армения, они не вступились за эту непризнанную территорию. А напомню, таких непризнанных территорий на постсоветском пространстве достаточно много, больше, чем в Европе и в какой-либо другой области. И на этом все. Вы смотрели программу «Итоги» на канале «Настоящее время». Я Ксения Туркова. До встречи в следующую субботу. Субтитры сделал DimaTorzok